Таблицу соревнований. Это, разумеется, не итоговые результаты, а промежуточные после лишь начальной части соревнований. Но уже тогда японцы вышли вперед и на помосте для вольных упражнений бросились закреплять свой успех. Хрухиро Ямашито, следующий, кого мы сейчас видим в этой зарисовке, скажем так, об Олимпийских играх 1964 года. Неизменно восхищаясь советскими, японскими гимнастами той поры, я не могу произнести таких же восторженных слов о тех людях под началом, которых они приезжали на международные соревнования. Я говорю не о тренерах, конечно, а именно что о начальниках, о руководителях, о наших партийных вождях, о японских функционерах высокого ранга. Им ведь, как и многим послевоенным государственным чиновникам, было свойственно перебарщивать с накачками, с дешевой агитацией. И при том, что и японцы, и наши, и безо всяких дополнительных, скажем так, идеологических обработок, прекрасно понимали, сколь многое на кону, не только ведь соперничество вот здесь и сейчас, но и память о недавней войне и так далее, и так далее, и так далее. Так вот, и нашим японцам приходилось еще как-то вот справляться с этим, скажем так, давлением, оказываемых на них на комсомольских, на партийных, на иных собраниях. Справлялись же, молодцы, здорово. Ямашито за свои вольные получил 9,60, и на помосте его сменил Шуи Цуруми. Наша подборка уже не в первый раз сопровождается голосом французского комментатора. И, может быть, вы услышали эдакий отдаленный, слегка гулкий шумок. Дело в том, что это сейчас у каждого комментатора на Олимпийских играх отдельное комфортабельное рабочее место. Бродкастинговая компания, которая организуется для показа каждых Олимпийских игр, тщательно заботится о том, чтобы никакие посторонние звуки в трансляцию любого телевизионного канала на планете не вмешивались. Тогда с этим все было попроще. И я бы сказал, что весьма характерную картину мы наблюдаем. Ведь ни снаряды не изменились в гимнастике за эти 50 почти что лет. Ну, конечно, технология производства и брусьев, и колец, и чего угодно изменилась радикально. Но сами по себе они выглядят так же. Это те же помосты на высоте метра от земли. Это те же ряды стульчиков, кстати говоря, не больно таких, знаете, мягких, удобных, которые окружают соревновательную площадку. Словом, хотя мир в смысле научно-технического процесса за полвека ушел очень далеко от 1964 года, гимнастика по сути своей осталась той же. Я имею в виду в первую очередь дух этого вида спорта. Потому и так интересно смотреть за теми, с кого во многом эстафета этого духа начиналась в первые послевоенные годы. Такаши Митсукури вслед за Шуи Цуруми вышел на помост для вольных упражнений, чтобы зарабатывать и зарабатывать оценки японской команды, уже к тому моменту вышедшей в лидеры соревнований. Да, понятно было, что японцы фавориты. Я, признаться, не уверен, что в 1964 году это слово применительно к спортивным соревнованиям было в ходу. Вот просто не знаю, не так часто мне доводилось читать, скажем так, прессу того периода. Да и вообще, вот уж в советской-то печати точно словца-фаворит было не встретить в контексте Олимпийских игр. Все-таки оно было пережитком эпохи, понимаешь, проклятого царизма. Но, выражаясь языком современным, японцы были, конечно же, фаворитами, что и доказывали почти каждым своим выступлением. Юкия Эндо за весь Олимпийский турнир совершил одну разъединственную грубую ошибку, которая, к счастью, привела к тому, что сборная Советского Союза мужская. Сумела покинуть Токио с золотой медалью. Но уж в командном турнире лидер сборной Японии не ошибался. Потому-то с таким вас...